Водовой кодекс Российской Федерации История принятия, тенденция изменения и практика применения Здравствуйте! Во-первых, я поздравляю вас с юбилеем Сегодня исполняется 150 лет созданию первого в мире государства рабочих Парижской коммуны Ровно 150 лет Кто-то меня хотел украсить сразу Так, теперь по теме Вообще говоря, сделал конспект лекции, получилось 8 страниц И то не все Я вам все это оставлю, хоть почитать, я начал там выставлять Я на экране буду показывать тексты, никаких картинок Будут тексты, документы, в которых буду говорить Ну, часть их текстов Начнем вот с чего Буквально несколько слов, наверное, об истории трудовых отношений в России Начиная, собственно говоря, с 1917 года В 1918 году был принят первый трудовой организм ЗОД РСФСР Тогда еще РСФСР была, понимаете, самостоятельной Он был очень интересный, очень серьезный, интересный такой документ Но, как вы понимаете, действовал очень недолго Потому что по факту началась гражданская война, военный коммунист, все остальное Поэтому он сворачивался и фактически был заменен мобилизационными мероприятиями Трудовыми армиями и прочим-прочим Возрождение таких трудовых отношений Ну, как понимаете, уклонение от травы повинности Оно, в общем-то говоря, было уголовно наказуемо В 1921 году, когда страна перешла к НЭПу Собственно говоря, и стали меняться трудовые отношения Стали возвращаться ряд положений, которые были приняты в 1918 году В частности, договорное регулирование трех отношений Восьмичасовой рабочий день И в 1922 году был принят ГЗОД То есть Кодекс законов о труде РСФСР Это было принято в 1922 году Еще, естественно, до создания СССР И этот Кодекс у нас действовал Очень долго Фактически он действовал до 1971 года Ну, конечно, он очень здорово менялся Как вы прекрасно понимаете Ну, тоже был интересный Кодекс В нем, правда, наши привычные сейчас термины Работодатель, работник Звучали по-другому Работодатель назывался наниматель Здесь очень интересным Как вы знаете, вот как раз в 1921 году Буквально, ну, по-черашней правде была очень большая статья по этому поводу Была дискуссия о профсоюзах И вот 10-й съезд партии Рассматривал 3 или 4 платформы Касающиеся профсоюзов Ну, и, следовательно, трудовых отношений Ну, и, соответственно, предложения Троцкого были отклонены Предложения Шляпникова Хотя, на самом деле, многие из позиций Троцкого было фонгализовано В чем, да, и, к сожалению, вот в период НЭПа Трои отношения более-менее развивались Хотя Одна из позиций, которая озвучивалась с Таллином Была в том, что в гражданскую войну Смотрите, к чему сводилось В гражданскую войну Очень многие рабочие, которые делали революцию Погибли И на их место пришли христиане из деревень Которых не было еще пролетарского сознания Оно было мелко буржуазное И, соответственно, требовалось более жесткая позиция В отношении трудовых отношений Какая-то автология Тем не менее Вы же сказали, что были введены договорные отношения Коллективные договоры даже были введены Но это все длилось очень недолго И начиная с первых пятилеток Первые пятилетки Было опять возвращение к монополии К, в общем-то, дисциплине в троих отношениях Сворачивались все фактически нормы труда Нормы троих отношений И все это превращалось, в общем-то, в жестко дисциплинированную Трудовую армию Ну и, естественно, что надо понимать Что такое трудовые отношения? Это работа человека по найму То есть человек продает не свой труд Мы все знаем, что труд не товар Он продает способность трудиться То есть в классическом понимании наемный труд Это продажа человекам Своей квалификации и рабочего времени Понимаете, да? За это он получает заранее оговоренную плату На эту плату он живет На эту заработную плату он покупает товары Для себя и своей семьи Но в связи с тем, что в стране нашей с вами Было не все в порядке с теми самыми товарами Да? То очень быстро выяснилось, к сожалению Что заработная плата не является тем самым Единственным механизмом обеспечения граждан Своей, собственно, жизни, своей семьи Своей, самих себя Оказалось, что документом Дающим право на приобретение товара Является отнюдь не денежная купюра Как вы знаете Появились еще в 30-х годах термины Достать, получить и так далее То есть если при нормальных отношениях Зарплата это цель Человек получает высокую заработную плату И, соответственно, поднимает социальный статус Может то или иное купить У нас получилось так, что Человек, в основном, жил не за счет Своей достаточно высокой заработной платы И, соответственно, был заинтересован в ее росте А за счет тех или иных возможностей Которым давало государство Профсоюз, государство и так далее То есть возможностей то или иное приобрести Даже имея деньги Ну, тем более были еще и карточки, что жрели Таким образом Сама вот идея, что Есть профсоюзы, есть коллективные договоры Есть какие-то трудовые отношения Оно все больше и больше нивелировалось И кончилось все тем Что в 1933 году По-моему, в июне Сейчас тоже точно В июне Вышло поставление совместное ЦИК СССР СССР-наркома И ВЦСПС Занесло так О слиянии наркомата труда СССР с ВЦСПС То есть Если до этого Трудовыми отношениями Их регламентировали отношения Наркомат труда СССР Линей назывался То с 1933 года Всем этим занимались Именно профсоюзы ВЦСПС ВЦСПС стал государственным органом Немедленно после этого Вышло еще одно постановление По которому С сентября 1933 года По которому управление ВЦСПС Передавались все фонды Социального страхования Управление социального страхования Социальным обеспечением Что получилось дальше Дальше выходит Такая интересная Норма О том, что Член профсоюза Получает полностью Оплату больничную В зависимости от стажа А не член профсоюза Ровно половина того Что положено членам профсоюза Помните Уильфа Петрова Заменитая фраза Пиво только членам профсоюза Помните такую фразу Это 1928 год А вот Как писалось Золотого теленка В 1930 году Уже было не так Что получилось Если в 1920 году В Российской Федерации В РСФСР Было 400 небольших миллионов Членов профсоюзов То к концу Деятельности ВЦСПС В этом качестве То есть к 90-му году Там было 142 миллиона человек 142 миллиона В СССР При 250 миллиону населения Напомню В то же время в Китае В котором население было Немножко больше Чем в СССР Профсоюзов было Порядка 70 миллионов То есть У нас была норма о том Что Членство в профсоюзе Является по факту Обязательным Просто потому что Иначе не получаешь Полность пособия в больничную Ясно что все люди Вступали в профсоюз А он был один Эта система Фактического понуждения Вступления в профсоюз Была частично Упроизнена Только 1 июля 90-го года Нискрою По моей инициативе Но Слава Богу Что это было отменено Было постановление Президент Верховного Союза СССР Эта норма Из законов ушла Ну понятно что В 1939 году Был принят ряд новых законов Новых при постановлении С Наркома Совета Обороны В 1940 году Вообще вышел указ Запрещающий И перевод работников И За прогул А прогулом Стало считаться Отсутное работе В течение 20 минут То есть Если по гзоту 2018 года Отсутное работе В течение Рабочего дня Было прогулом То Потом стало В течение Четырех часов А вот В 1940 году 20 минут Это уже прогул Больше того Все нарушения Трого дисциплины Считаются уголовным Преступлением С вытекающими Последствиями Ну понятно что Во время войны Трудовые отношения Вообще Регулировали Совершенно по-иному Мы знаем что Люди Давали все Фронту Все победе Ну и работали Естественно Без малейшего намека На Регулирование Каким-то законом После войны Буквально Где-то Начиная с 46-го года Даже нет С июня 45-го года Начали возвращаться Трудовые нормы В 55-м Уже году Был Восстановлен Был образован Вновь Госкомтруд То есть Часть государственных Функций От ВЦСПС Была возвращена Государством Понимаете Ну просто Вообще говоря Орган Это не государственный Это же общественная Организация Но тем не менее Он управлял всем Значит Были возвращены Функции По регулированию Трудовых отношений Всякие нормативы Прочее Прочее Это ушло все В госком труду Но у профсоюзов Первоначально Ушла Охрана труда Но В 66-м Году Она вернулась То есть Процессу Осталось управление Соцстрахом Соцсобеспечением И Управление Охраной труда То есть Все эти самые Инспекции Технические Пуровые Все это оказалось Ведение профсоюзов Охрана труда Охрана труда А все подробно А все подробно Там расписано Я вам все это оставлю Договорились с Степаном Сергеевичем Соответственно Все эти материалы Можете использовать Это все Ваше Теперь переходим К уже реальному Нормальному Регулированию Травых отношений В 70-м Году Был принят ГЗО Основу законодательства Основу законодательства СССР Союза СССР И Союзных республик О труде В 71-м ГЗОД ГСФСР Вступил в силу Он С 72-го Года Что очень важно Вот Многие Конечно же Это Видимо Помнят Так Так же Как и я Так вот До 71-го ГЗОД ГЗОД Был Документом ДСП Чтобы прочитать ГЗОД Надо было Уйти в отдел Кадров Писать разного Рода бумаги Добиваться разрешения Чтобы с ним Ознакомиться А в 71-м Году В начале Года Он был Опубликован Газет Прям Во всех газетах Были такие вот Толстые вкладки И там полностью Текст ГЗОД Ну мне тогда Было 18 лет Я конечно Это видел Но он не читал Поверьте Тогда Хотя я работал Токарем Но не читал Кстати Маленькое Отступление Вы знаете Нам рассказывают Про всякие Экономические Вопросы Все очень интересно Вот мое Глубокое убеждение Что Очень Серьезными Экономистами Являются Рабочие Я скажу Почему Вот мне было Там 17 С небольшим Лет Я работал Токарем Я точно знал Что за час работы Получается 46 рублей Ровно 200 грамм Докторской колбасы Экономика Та еще Абсолютно Что что Извините 46 рублей Конечно Я уже так Вот 46 рублей В другом месте Вот То есть я каждый раз понимал Что приходя в магазин Я сравниваю Готов ли я За час работы Купить Купить кусок колбасы Вся экономика И дальше высчитываешь Сколько ты деталей Сделать Какого там Это самое Качество Все это В общем Было понятно Так вот Что такое Экзот 71 года Должно вам Сразу сказать Что помимо Экзот Как такового У него было 218 Статей 216 Ну Была Масса Комментариев Что такое Комментарии Постановление Верховного суда Это Постановление Госкомтруда Это Постановление Распоряжение Отрасливых министеров И так далее Так вот Вот смотрите Вот у меня в руках Нынешний Трудовой кодекс Да Вот у меня в руках Зотрасть всех Понятно да Это же комментарии А вот нынешний Комментарий Который используется В наших судах Он выглядит Вот так Сейчас я Сапуночку Покажу Вот Сейчас Вот Постановление Пленного Верховного суда Травом кодексе Понятно да Вот это Вот самый Экзот Да Там была Преамбула О том Что это Советское Законодательство Там Что Много Много Хороших Слов Которые Не несли Себе Какой-то Реальной Нагрузки Но тем не менее А дальше Что Вот Старый Анекдот Как Приходит Кооператор Правительство Говорит Дайте мне в аренду Три метра Госграницы Дальше Обойдут Вот Такие Три метра Это были В принципе Правильные Законы О Кооперации Например Так Что Они Означали Они Означали Что Работодателем Может быть Не только Государство Так То есть Шла Кореная Перестройство Вых Сношений Работодателем Не только Государство Могут Еще и Частные Предприниматели Как Работодатели Что До Вот Кооперативных Законов У нас Была Очень Интересная Система Безналичные Деньги Столи В 10 Раз Дешевле Чем Наличные То есть Задача Кто Ездил На шабашки Знал Главная Задача Была В том Чтобы Как Можно Большую Плату За Самую Шабашку Можем В наличии Проротить Зарплату Ну Кто Понимает А Ну Я говорю О том Что Было Я не Не рассуждаю Хорошо Или Плохо Получилось Вот Что Возникли Новые Трудовые Отношения По факту Что Есть Негосударственные Работодатели Потребилось Естественно Как-то Адаптивное Трудовое Законодательство Еще Получилось Такой Интересный Недостический Парадокс Пожем так Значит Вот Этот Троекодекс Полностью Практически Запрещал Какое Либо Увольнение По Любому Основанию Работника Без Согласия Правкома Значит Профсоюзы Нами Были Образованы В начале Восемьдесят Девятого Года Так вот Вы не поверите У меня Стояла Очередь Из Кооператоров Которые Требовали Создай Нам Профсоюз Господа А зачем Вам Профсоюз Вы же Вольные Птицы Зачем Она Вам Надо Объясняли Очень Просто Не имея Правкома Мы не Можем Никого Уволить Соответственно В девяносто Троем Году Ну как Не хитрованно Не так Получалось И тогда Что получилось Начался Процесс Адактирования Вот этого Гзота РСФСР Под То что Получилось В конце Восемьдесят Начале Девяносто Закончил Все это Тем Что В девяносто Году Был Принят Закон Внесение Изменений В Гзот РСФСР Ну помимо Того Что Убрали Преамбул Где Разговорился О целях Советского Государства Было Несено Очень Много Изменений В частности То что Нас Профсоюзников Больше всего Касается Сохранялся Запрет На увольнение Без согласия Правкома Но только За очень Странные Две Позиции Это По Несоответствии Занимаемой Должности И Запрагу Все Остальное Можно было Увольнять Без согласия Правкома Но это Простого Работника Но был Полный Запрет На увольнение Или на объявлении Выговора Членам Профсоюзных Органов При этом Что интересно Членам Всех Органов То есть То есть На заводе Избирали Профсоюзный Комитет Всех Его Членов Профсоюзного Комитета И если Кого-то Избирали Мерченом Обкома Или ЦК Профсоюза То его Тоже Который Не входил Местный Комитет И кстати Что очень Важно По Зоту 1971 Согласие На увольнение Работника Мог дать Только Профсоюзный Комитет А Никакая Выстоящая Организация Была Не в праве Не подменить С собой Правком Не отменить Решение Правкома Кстати Еще одна Интересная Вич В 1992 Году А мы Уже Тогда Несколько лет Действует Свободный Профсоюз Вот Типа Нашего И Тоже Защита МПЖ Вот Про Боже Женя Ушел Да Здесь Профсоюзы Верховный Суд Принял Постановление Аппарат Применения Трогового Кодекса КСФСР И там Была Норма О том Что При рассмотрении Вопроса О восстановлении Работника Суд Обязан Проверить Наличие Кворума На заседании Правкома Который Дал Согласие На его Увольнение 1992 Год Конец Все Поняли Нет Поясни Поясни Мысли О том Что Правком Даст Отказ Не Было Понятно Мы Давали Отказы Естественно Поясни 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 Троговому Кодексу Который Что очень Важно Существенно Дополнялся Еще Несколько Законами Это Законом Российской Федерации О Контримент Других Соглашениях Законом Федеральным Законом О Практике Разрешения Контримент Троговых Споров Основ Закон Закон Российской Федерации Об охране Труда И Закон О Профсоюзах В чем Была Суть Этих Законов Да Ну Естественно Еще В 90 Году Был Принят Союзный Закон О Профсоюзах Нискою Я был автором этого проекта Там было Ой Маленькое Отступление Когда Принимали Союз закон О профсоюзах А я вам поясню До 93 Года До известных событий В декабре 93 Года До Конституции Новой У Общесоюзных И Соответственно Общероссийских Общероссийских Организаций Было право Закон Дальше Инициативу Что это такое Зазначало Что если Профсоюз Какого-то Закон Проекта Прилагает Свои поправки То их обязаны Рассмотреть на станет Верховного Совета И поэтому Собственно Меня пригласили На Рабочую группу Верховного Совета По разработке Закона О профсоюзах Там сидела Большая группа Товарищей Из ВЦСПС Которые сделали Очень простую вещь Они сделали Законопроект Который превращал Устав ВЦСПС В союзный закон Я начал Пояснять Этим людям Что это неправильно И что удивительно Меня поддержали Например Депутатов Демократов Очень многие Реальные Профсоюзные Активисты Из ВЦСПС В частности Вот Баранов Сыжевского завода Вас Очень активно Поддержал И нам удалось Сделать Принципиально Новый закон Профсоюзов В котором были Такие интересные Позиции Как то Что все профсоюзы Пользуются равными Правами То Что Социальное Страхование Управляется Государством А не профсоюзами А профсоюзами Право на участие В этом управлении Ну и Сессия о том Что профсоюзы Не подконтрольны Не подотчетны Государству Это был закон Профсоюз С 90-го года И как он принимался С 91-го года Нет С 90-го года Как он принимался Представьте себе Верховный совет Сессия Там где-то 180 депутатов Сессия Значит Выходит Чербаков Этот председатель ВЦСП В то время А у них был Съезд Профсоюзов Тогда же Проходил Соседины За здания И говорит Вот у наших Депутатов От профсоюзов И у съезда Профсоюзов Есть такая вот Позиция По социальному Страхованию Обычно Порядок вопросов Я поднимаю руку Говорю Антон Иванович Прошу сделать Небольшой перерыв До завтра Хорошо Говорит До завтра Я прыгаю В самолет Лечу в Донецк В Донецк Проходит съезд Шахтеров После забастов Известных Съезд Шахтеров Я восстакиваю На трибуну Говорю Мужики Вот так и так Вам предлагают Такую вот Плюху в законе Вот есть Мой проект Поддерживаем Да Я прыгаю в самолет И на следующий день Вылезаю на трибуну На сессии И говорю Уважаемые депутаты А вот Съезд Шахтеров Предложили Предлагать Вот так Вот тогда Так делали закон И приняли позицию Шахтеров Но это я маленькое Отступление сделал Теперь По этому самому Экзоту Работал Вот же был закон О полдоговора Что он устанавливал Сами понимаете Что коллективный договор Это совершенно Необходимый документ Это второй источник Трудового права Два источника Трудового права Это вот собственно Закон Трудный другой И коллективный договор Два источника И вот закон О профсоюзах Казы вводил Эту норму Шесть два источника И соответственно Что очень многие вопросы Можно решать не в законе А в коллективном договоре Важно было сделать другое Чтобы коллективный договор Был реален Нужен в первую очередь Работникам И соответственно Чтобы принимался Именно этими самыми Работниками И удалось добиться Сперва В Верховном Совете РСФСР Была рабочая группа В комиссии По соцполитике В которой нам удалось Принять очень серьезный Закон о колодоговорах Там нам пришлось Даже сделать Кольцо вокруг Белого дома Где был Верховный Совет Чтобы его ввели в действие Фонтера была против Как вы понимаете Но в девяносто пятом году Правительство пыталось Торпедировать этот закон А что в нем было записано Что каждый профсоюз Каждый профсоюз На своем предприятии Имеет право На отдельный коллективный договор Но при этом Телесообразно иметь Единый То есть Процесс Должен либо договориться Между собой Либо на Распределение Собрание коллектива Двигаются все эти проекты И соответственно Коллектив Поддержит тот или иной проект Соответственно Шла кампания По выборам Кольтивного договора Но при этом Процесс Который проиграл Такое голосование Сохраняет право На коллективный договор В отношении Только своих членов Вот такие были нормы При этом Еще была интересная норма Которая практически Предлагалась Вывести ФНПР За рамки Коллективного договорного процесса То есть была такая идея Что Органы профсоюзов Состав которых Входит представитель Работодателя Не допускается К участию в переговорах К сожалению Эту норму Сами понимаешь Что в такой ситуации Поскольку во всех Правкомах В фонторе Есть начальник отдела кадров И там замдиректора По охоту То они просто Выпадали без этого процесса Без колл договора Нет профсоюза Но к сожалению Эта норма Была выхолочена Так вот В 95 году Производство внесло Проект Который Собственно говоря Отменял Вот эти вот нормы О том что Каждый профсоюз Имеет право На свой колл договор Директор обязан Вести переговоры Скажем с профсоюзом И заключает только тот Которому его убедят То есть Профсоюз показывает Свою реальную силу Забастовкой Там еще чем-то Показывает силу Солидарность Людей Рабочих Тогда соответственно Заключается Козлимный договор Или нет Заключается Если не хотелось Солидарности Вот правительство Хотело Трапедировать Была опять создана Рабочая группа Там Эти Командовал Ваший земляк Толя Голов Социал-демократ Он тогда был Не яблочник Вот И соответственно Удалось Что сделать Удалось Отстоять Важнейшую норму Этого закона То есть Сохранилось Право Каждого Профсоюза На отдельный Коллективный договор И право На создание Единого Коллективного договора Если Профсоюз договорился Если работники Это поддержали Да и что самое важное Коллективный договор Подлежал Утверждению Коллективам Рабочих Закон О коллективных Вторых спорах Который Принят Тогда В 95 Году В чем Его суть Во первых Он позволял Провести Забастовку Самое важное В этом законе То что Работодатель Был обязан Вести Переговоры По требованиям Любого Из профсоюзов Сейчас Этого нет Чуть пользы Скоро что сейчас Происходит По требованию Любого Из профсоюзов И соответственно Ступать Или не Ступать В какой-то Спор Но Это Не это Самое важное Самое важное Другое Да и соответственно Для того чтобы Утвердить Требования Профсоюза Никакого Собрания Рабочих Не требовалось Собрание Требовалось Только для Утверждения Начала Забастовки Сейчас требуется Два Собрания Одно по Утверждению Требований А второе По собственно Говоря Объявлению Забастовки Поэтому Там начиналась Такая процедура Больше того Было предусмотрено Что есть Разная степень Ответственности Если Забастовка Проводится Непосредственно Коллективом Кимус Тачковым То ответственность Существенно Меньшая И отсутствует Материальная Ответственность В отличие От того что Профсоюз Выглядит Забастовку Тогда Профсоюз Нес За нее Даже Материальную Ответственность И что самое Важное За участие В незаконной Забастовке Работник Мог быть Наказан Только в том Случае Если он Не приступил К работе На следующий День После вынесения Судебного решения Незаконности Забастовки Вести на русский Язык Да То есть Бастует До посидения Понятно Да Наказать нельзя За забастовку Наказать нельзя Поэтому Когда начал Берет Прокурор Кричать А вот Вас незаконно Там начальник Охраны Незаконная Забастовка Извините Но суд решит Областной По первой инстанции Областной суд Решит Верховный суд Утвердит Вот тогда Выйдем до работы Понятно Ну закон Об охране труда Не буду Углубляться Закон о профсоюзах Он сейчас Кажется Очень серьезным А тогда он Казался плохим Мы даже Выступали против него И кстати Наши профсоюзы Ни судпроф Ни НПГ Не допустили К его разработке Там просто космели Где депутаты В Верховном Союзе Не пускали Это закон Которому К сожалению Есть очень много прав Но нет встречных обязанностей А права без обязанностей В отличие от закона Союзного Где написано Обязанность Могу показать Так Сейчас Что я здесь Не показываю Вот Пожалуйста Вот закон СССР Профсоюз Вот там записано Ну потом уже Попутить Что работодатель Обязан Обеспечивать То-то 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 Не профсоюз Имеет право А работодатель Обязан Это право Реализовать Теперь мы переходим Самому Серьезному Начиная с 98 года Пошли разговоры О том Что Дескать Необходимо Нам Вот принять Новый трудовой кодекс Типа реалий Рыночный экономик Капитализм Все остальное Давайте новый кодекс Долго-долго Спорили Разрабатывали Концепции И что оказалось Возникло Несколько Проектов Второго кодекса Один Назывался Согласованный Проект Это то Что Предложило Правительство Которое Одобрили ФНПР И работодатели Затем Общепрофсоюзный Проект Что это Такое Это Смотрите Как работает Дума Вот есть Депутаты Какого-то созыва Они все вносят Законный проект Если Законный проект Не рассмотрен А депутат Уже не избрав На новый срок Законный проект Ставится в силе Должен расплатывать И вот Коммунист Тимурас Валиани Внес свой законный проект Трудового кодекса Проект был конечно Разработан Под руководством Михаила Васильевича Попова Так вот Что сделали Свободные профсоюзы Валиани уже не было Мы взяли проект Валиани Договорились С Олегом Шейном Он же был там депутатом Что будет несен Новый законный проект Мы сделали Рабочую группу Из всех профсоюзов Свободных Почти всех И этот проект Несет Шейн Долго работали С каждым словом Были Весьма серьезные Дискуссии Но Михаил Васильевич Настаивался На своей позиции Что Работодатель Это не Владелец предприятия А работник Который дает Свою работу Сами понимаете Что это может Здорово Это интересно Но это абсолютно Непроходимо Да Ну и далее Весь его проект Валиани Это был набор Хотелок Который ясно было Что не пройдут Ну и потом Не понятно Что хотелки Что А? Большинство голосов Набрали Подождите Подождите Что получилось дальше Да Еще был проект Восьми Так называлось Значит Восемь депутатов Разработали свой проект Который Был лучше Чем правительственный Но конечно же Хуже Чем То что Мы Но из этих Депутатов Поддержали Правительственный Проект В главе с Андрюшей Исаевым А три депутата Остались Вот при своих При своем мнении Значит Это были депутаты Толя Иванов Толя Иванов Антон Семенович Иванов Да Это член нашего Координационного совета Соспроф Он был Председателем Создателем Профсоюза Автоваза Еще в 90-м году Ну и соответственно При нашей поддержке Был избран в Думу В 99-м году Первый раз И три состава Он был в Думе И еще два депутата Это Сайкин И Лукьянов То есть Бывший мэр Москвы И бывший Председателем Верховный Совет СССР Вот эти три Поддержали Тот проект Сейчас борьба И вот тут Получилось Вот что Практически Все свободные Профсоюзы Сумели сплотиться В борьбе И провели Целую серию Акций 6 июня 2001 года Мы провели В Москве Съезд Свободных Профсоюзов Где были Там все это есть Синограммы Все у меня Потом у нас там Где были Все наши Профсоюзы Которые поддержали Проект Шейна Там же был Целый ряд Депутатов Олег Морозов Олег Смолин Ну и Ванов Естественно Еще несколько Депутатов И 19 июня 17 июня Мы провели Или 19 Сейчас помню Мы провели Всероссийскую акцию В поддержку Этого законопроекта Вот тут Товарищ Я вам Раздам Раздайте Пожалуйста Историческую Реликвию Мы подготовили Листовки Обращение К депутатам В поддержку Проекта Предложенного Депутатом Шейном Ну то есть Свободными Профсоюзами Это все Наверное Достанете Да И В наших Нитингах Демонстрациях В прочих Публичных Действиях Не в собраниях Как это проводит Шмар А в реальных Публичных Действиях Участвовали Более 300 тысяч Человек Это было То есть 19 июня Затем 5 июля Или что то 5 июля Первого года Проходило первое Чтение Трудового Кодекса Значит Как работает Дума Значит Вперва Собирается Дума Вносится Несколько Законных Проектов И первое Чтение Это выбор Из приложенных Проектов Того Который Берется За основу Что Получилось За Проект Правительственный Фактически ФНП А самое Важное Другое Перед зданием Думы На ходном Ряду Представляет Москву Ходный ряд Значит Прямо Перед зданием Встало Несколько Десятков Тысяч Представителей Наших Свободных Профессоюзов Это был Соспрофор Рапа ЛБЖ НПГ Авиаторы Докера Ну и наши Техсторонники А И самое главное Что с нами Стояли КПР И еще Яблоко Мы поддерживаем Проект Шейны Рядом На Манежной Площади Стояли ФНПР Который Поддерживает Другой Проект И самое Печальное Что Вместе С ними Стояло Российское ВКТ Во главе С Борей Кравченко Который Участков ВКТР Вот он Стоял На Манежной Площади И поддерживал Не профсоюзный Закон А проект Проект ФНПР Почему Потому что Боря Кравченко Одноклассник Андрюш Исаев Может Вы не знаете Я Поясняю Вот такая Была ситуация Затем Прошло Голосование Соответственно Очень много Очень грамотно Уступали И Шейн И Иванов Я вам здесь Оставлю Синограмму Кто хочет Почитать Я не хочу Сейчас Говорить Там очень много Серьезного Почитайте Все На флешке Моста Шейн Иванов В результате За правительственный Вариант Проголосовало 64% Депутатов Он был принят За наш Вариант 42% За вариант Иванова 33% А было Рейсинг Голосование То есть Каждый мог Голосовать Несколько раз Ну естественно Прошел Правительственный Вариант На этом Дело Не кончилось Мы Активисты Свободных Профсоюзов Шейн Там я Семенов Куликов Сергеев Привели Большую Работу Среди Депутатов Просто Ходили В каждую Фракцию Встречались Беседовали Разъясняли Ну конечно В СПС Нам сказали Что Забастовщик Это бунтовщик И каждому Забастовщику По жандармам Представить Ну В СПС Вот СПС Не ВЦСПС Союз Правых сил Не ВЦСПС СПС Так вот И потом Было Вот есть Первое чтение Затем Депутаты Готовят Поправки Значит На комитете Профильном Поправки Рассматриваются Часть признается К утверждению Часть К отклонению Затем Пакетом Голосуют Все За то Что Поправки По которым Не было Разногласий Принимаются А те По которым Были Разногласия Те Уставляются На голосование Мы Предложили Поправки По Шести Важнейшим Статьям Ну в частности Вот О праве Каждого Профсознанно Коллективного Переговора И так далее За Наши Поправки Проголосовало 222 Депутата Нам не хватило Всего Четыре голоса И был Принят Главой Кодекс Теперь Поговорим Серьезно Об этом Право Кодексе Значит Я считаю Задача Тала Сейчас Тверждаю Что Его нам Преподносили Как некий Прогрессивный Кодекс Который Регулирует Другое отношение Там Сделает Все замечательно И так далее Я утверждаю Что это позор Для нашей страны Что это тормоз Трудовых отношений Почему Да просто потому Что Несмотря на все Вот Изменения В этом Кодексе Сохранился Главный Механизм Закрепощения Рабочих Этот механизм Не работал При советской власти По той простой причине Что Он все немножко По другому Трактовался О чем я говорю О премиальной Депремиальной Системе Заработной платы На самом деле Мы все знаем Что При советской власти Были премии Фильм даже Про премию Да помните Но Регулярная Премия За хорошую Работу Стала выдаваться Только После поставления 11.15 Совмина СК КПСС ВЦСПС Вот по-моему Сентября 86-го года До этого Премия была Разовая Вот Выполнили план Премия Там Что-то еще Хорошее Сделали Там Бригада Премия Там Поймали Каких-то Бандитов Милиции Премия Из премии Понималось Как вот Поощрение За какие-то Успехи А потом Сейчас Стала Премия Начиная 86-го Года До того Собственно Говоря С нами Трое Отношения Были Немножко Другие И это Все Перекочевало В наш Этот Самый Трой Кодекс И что сейчас Получается У каждого Работника Кроме Рабочих Западных Крепораций Зарплат Стоит Из двух Частей Это Окладная Часть И Переменная Стимулирующая Что Получается Что Работник Который Не высовывается И не защищает Свои права Получает Полный Зарплат А тот Который Стал Говорить А почему Крыша Протекает Зимой Сосунка Висит И вообще Зарплата Маленькая Он получает Половину Зарплат Потому что Премия Оставляет До 50% Зарплаты А в некоторых Местах До 200% Вот Не буду Врать У нас Есть большая Профорганизация Водителей Администрации Президента Я серьезно Бываю У нас Почти всех Депутатов Возят Члены нашего Профсоюза Они активно Борются Суды выиграют Это очень большая Вот у них Зарплата Есть оклад Порядка 17 тысяч И до 200% В премии Сами понимаете Что Члены профсоюза К сожалению Получают Эту премию В виде Одного Процента Активный Член профсоюз Вот так Вот эта Премиальная Система Депремиальная Система И является Тем самым Крепостным Правом В нашей С вами Стране Потому что Создать профсоюз Поднять Людей на Борьбу Очень сложно Все же люди приходят Не бороться за что-то А зарплату получать Кто-то готов бороться Но остальные Хотят просто Получить зарплату И вам говорят Да Вот есть закон Который тебе позволяет Бороться Никто тебя не может Дискриминировать И так далее И так далее А на деле Получается Он сказал Слово Ему объяснили Все Получаешь Ползарплаты Кроме этого Этот закон Твой кодекс Практически Отменил Все защитные Механизмы Для членов Профсоюза То есть В отношении Членов Профсоюза Есть только одно Что чтобы его уволить По аттестации По сокращению Или за систему Необходимо Получить Мнение Значит в этом кодексе В отличие от Вот этого Слово Согласование Пронспормирует Слово Мнение А мнение Можно послушать Можно учесть Можно учесть Все на этом Так Напишут Учти Учли Ну Не отразили В решении Так вот Важно Важно только одно Чтобы работодатель Направил запрос В профорганизацию Об этом Мотивированном Мнении По поводу Сокращения Или увольнения Работки За систему Сами понимаете Что это не защита В отношении Активистов Профсоюза Представителей Первичной Организации Их заместителей Более сильная Норма Она касается Того Что их нельзя Уволить По сокращению Или по Аттестации Без согласия Вышлащего Профсоюзного Органа Да Мы этим пользуемся Мы защищаем Наших активистов Это естественно Хотя это не так просто Да Не даем Отказы Судимся Воюем Кроме этого В части Летим Переговоров Оказывается Правом День переговоров Обладает только Та организация В которой Более 50% Работников Но при этом Что делают Директора Они Дают некие Преференции Членам Своего Любимого Профсоюза Ну например На Автовазе Есть соглашение Между Работодателем И правкомом Сейчас Французского Автосоя Кузмаша О том Что Каждый член Профсоюза Ежегодно Получает Доплату В виде 5000 рублей То есть Фактически Возвращают Профсоюзные Вносы А правком Получает Еще 10 минут На спортивную Работу Помимо того Что так Выделено Понятно Что нормальный Рабочий Пойдет В тот Профсоюз Будет В том Профсоюз Которым Дают Деньги Которым Дают Льготы Для полезных Детей В детский Лагерь Понятно Другое Дело Что он Понимает Что в этом Профсоюзе Дают Какие-то Льготы А в нашем Профсоюзе Его защищают Да он Может Два раза Платить Снос У двух Профсоюзов Но Большой Профсоюз Будет Только тот Которому Директор Делает Такие Преференции А потом Директор С тем же Профсоюзом Включает Коллективный Договор Знаете Я знаю Одно Подприятие Сиришки ЦБК Которому В колодоговоре Нет раздела Заработной Он считается Лучшим Фэнпер Я не Чучу Вот Вот это Все Здесь Нет Есть Там Еще Всякие Хитрости По Забастовкам Опять Оказывается Что Да Профсоюз Выдвигает Требования Для того Чтобы Работодатель Стал Их Рассматривать Необходимо Эти Требования Утвердить На собрании Коллектива Всего Коллектива То есть Если Есть Проблема У Литейного Цеха Надо Согласовывать Свои Требования С Прачной Бухгалтерией С Транспортным Отделом Всем остальным Разные Интересы При этом Нужно Сперва Утвердить Требования И Директор Говорит Если Вы Не Утвердили Требования Я Не Буду Отвечать Не Буду Их Рассматривать И Начинается Процедура Коллективного Спора Но Мы Все равно Нашли Механизмы И Даже Сделали Вот Такой Учебник Организация Забастовок В целях Решения Второго Спора Короче говоря Мы Специально Сделали Учебники Которые Называются Очень Интересно Но Суть Квотчем Это Учебник Учебник Проведении Незаконной Но Успешной Забастовки И Кстати Вам Скажу Не Бывает Забастовок Законных И Незаконных Бывают Забастовки Выигранные И Невыигранные Но Норма Кстати Норма О том Что наказать Работника Может Только За Часть Законных Забастовок Чтобы Была Принята Признана Законом Это Здесь Сохранилось Две Три Статьи Здесь Сохранились От Старого Экзота Кое Что Проскочило Сто Усилиями Того же Толя Семеновича Иванова Часто Норма Вот О том Что Нельзя Наказать Работника Это Каждый Профорганизации Должны Выдавать Помещение Это Норма Предложенная Ивановым И она Кстати Вот Здесь Удержалась Правом Кодексе Не странно По ней Даже Конституционный Суд Принимал Решение В прошлом Году В ноябре И Тоже Расширено Теперь О тенденциях Это Понятно Теперь О тенденциях Изменения Знаете Я специально Посчитал Вот Есть Трудовой Кодекс Свеженький Вот Титул Не видно Да Вот Это Все Список Изменений В три Столбца Я Посчитал 43 По моему Поправки Трудовой Кодекс За Время Существования За 20 лет В этом Году Восемь В 20 Восемь Вот Есть Такие Люди Немцы У них Принято Закон Любой Закон Можно Изменять Только После 30 лет Его Применения Ну Это Немцы А у Наши Думаки Принимают Закон Ну Что Сейчас Примем А то Поправочками Подредактируем Подрихтуем Ну Так Нельзя Вот У нас Сейчас С вами Два Периодических Издания Это Одно А второе 20 Налоговый Кодекс Он Тоже Меняется Чаще Чуть Не Каждую Неделю Это Принято Так Вот Какие Тенденции Очень Интересные Тенденции Наши Пытаются Законодательно Разрешить Ранее Запрещенное Поясняю В 16 Году Большой Помпой Принимался Исаев Там Включал По этому Поводу Принимался Закон О запрете Заемного Труда Замечательно Прямо Целая Статья Заемный Труд В России Запрещен А дальше Целый Раздел О порядке Применения Заемного Труда Я не Шучу Вот 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 Почитайте Нам Рассказывали Про Удаленный Труд Тоже Надо Вот Что-то Запрети Там Это Целый Раздел В чем Коварство Раздела А да Теперь О Неских Коварных Статьях Которые Мы Сейчас Обреженно Работаем Вот Смотрите Есть Такая Статья 76 Это Отстранение Работника Ну Грубо Говоря За то Что Не Прошел Медосмотр И За то Что Он Не Прошел Обучение И Проверку Знаний По Охране Труда Сами Понимаете Что При Этом Если Он Не Прошел Эту Проверку Обучение Не По Вине Работодателя То Не Не По Своей Вине То Ему Это Время Плачется Как Простой Поверьте Мне Я знаю Массу Случаев Когда Работника Вызывают На Некую Комиссию По Охране Труда Или По Работнику Безопасности Естественно Он Не Проходит Сидят Экзаменаторы Начальник АТИ Как Называется Джемп Охране Труда Начальник Адел КАР И И Конечно Они Ставят Что работник Не сдал И Прошел И Мы Очень Долго Воевали Вот За Что Здесь Как Сказано Непрошедшего Обучения И Проверку Знаний Не Или А И Мы Говорили Простите Но Если Директор Не Организовал В рабочее Время Оплачиваемое Обучение Это Сам Охране Труда То Соответственно Нельзя Делать Проверку Без Обучения И Суды Нам Все Отказывали Месяц Назад Минтруд Внес Правительство Проект Постановления Правительства По вопросам Обучения И проверки Знаний По охране Труда Где На полстранице В несколько Обзатах Написано Обучение Неразрывно Связано С проверкой Знаний Молчите Значит Это должно Быть принято Летом В июне И Что Пристилу Осенью Никому Не Говорить Не Дайте Бог Спугнем Статья 74 Это Статья О том Это Самая Коварная Статья Статья О том Что Если Работник Получил Уведомление О том Что Неуменяются Условия Труда Снижается Зарплата Изменяется График И так Далее И он Должен Выразить Своё Согласие Или Несогласие Должен Понимать Что В случае Несогласия Работника С этими Условиями Он Увольняется По своей Инициативе Не по Инициативе Работодателя Восстановиться Крайне Сложно Почему Потому Что Он Отказался Сам Отказался Что Мы Придумали Нет Здесь Ой Да Что Мы Придумали Есть Две Статьи 74 Я вам Это Потому Что Сказал И 72 Которая Говорит О том Что Изменение Условия Трого Договора Дело Сугубо Есть еще Право По Заработу Плате Им Ставят Размер Они Меняют На Ту Которую Считают Нужным Вот Шестерых Таких Активистов В Горде Миасино В Увольном Автозаводе Уволили Шли Судебный Процесс И Мы Доказали Что Статья 74 Это Фактически Приказ Работодателя Работник Сказал Его И По Приказу Вышел Он Не Отказывался Он Соглашение Делать Добровольное И Соответственно Подписывать Или Не Подписывать Или Менять Или Не Менять Дело Работника Суды Всех Шестерых Восстановили Областной Суд Все Это Утвердил И Сейчас Во всех Системах Гарант Консультант Будет Делать Ссылка Все Будут Знать Судебную Практику По Этим Делам И Вообще У У нас Мясик Интересная Ситуация Пока Спором Мы Пока Не Выгали Только Один Становимся Выгали Так Получается Теперь Очень Важная Следующая Вещь И То Что Мы Предлагаем Через Компартию Пытаемся Пролести Как Законопроект К сожалению Пока Там Есть Проблема Между Их Активом Между Родином И Рашкином Это Отдельный Разговор Мы Активно Работаем С ними Активно Работаем С А я Помощник Депутата Московской Городской Думы Которого Рашкина Спортиз Случил Ну Не важно Сделал В какой-нибудь Подарок В общем Такая Большая Боясня И в чем Суть Мы Сейчас Подготовили Законодательный Удар А я Вам Должен Откать Такую Тайну Что Какие-то Грандиозные Законопроекты Они Мягко Говоря Не всегда Проходят И Как правило Не проходят А вот Если В восемнадцатом Году Был Подготовлен Законопроект Есть еще Время Да? Подходит Концент А все Зачат Бутон Короче Мы Добились Того Что Не Закон От Введения Юридической Монополии На представительство То есть Представить Суде Могут По гражданским Делам Только Дипломированные Юристы А у нас Правильники Это не Юристы В общем Про союзники Наши Что удалось Сделать Подготовили Записочку Официальную И поправочку Что за исключением Представителей Профсоюзов По трудовым Спорам Все Теперь Все наши Активисты Все наши Правильники Спокойно Входят В суд Причем В суд Всех Инстанций Без Всяких Юридических Дипломов Так вот Мы сейчас Подготовили Пакет законов Какую Тему Первое Ввести Депримирование В качестве Сыскания Депримирование В качестве Взыскания Что это означает Это означает Что если сейчас Несмотря на то что у меня есть Конституционного суда Которое Устанавливает Что депримирование Может быть Обжалован в суде По факту нет По факту Если у вас депримирование Без выговора Вы обжаловать не можете Потому что это Добрая воля Хозяина По науке Дискреция Хочу дать Хочу не дать Хочу дал Хочу не дам Мы хотим Чтобы это было Как взыскание А как Скоро это взыскание Кому он Является Ну соответственно Нужно быть Обжалован в суде Дальше Мы предлагаем Вернуть Норму о том Что под системой Понимается Сперва Два выговора А потом Только увольнение А не как сейчас Замечание И увольнение Очень большая проблема Это статья 193 Которая говорится О том Что Если работник Отказался От ознакомления С каким-то Приказом Еще с чем-то То составляется Акт Об его отказе О чем мы узнали Как правило Уже в суде Оказывается Ты Отказался Вот так Работе В этом Задательстве Сейчас В Брянске Два таких дела Возвращается То что мы хотим Изменить сами Теперь Что касается Поправок Уже внесенных Вот по удаленке Долго-долго Обсуждали Что там Самое главное Ну В принципе Все казалось бы Что очевидным Если есть возможность Работать На перевозную удаленку Как правило Ему это хорошо Работа Дома сидишь Что делаешь Естественно Что Хлебопека Там Или Столивар Не переведешь На удаленку А Там Менеджера Там Это можно Ну Может Я в принципе Может быть Суть Вот чем Дело в том Что в этом законе Есть дыра Мы ее Поправили Поправили Закрыть Это Чередовность Есть Трудовой договор Изначальный Где указывается Что у работника Будет Удаленный режим Работы Это одно А есть Распоряжение Директора И ДОП Соглашения О переводе Работника С обычной Работы На удаленку Возникает вопрос А это Распоряжение Делалось По 74-й Статье То есть Без права Отказа Вот это Мы пока Там перекрыли Дырочку Еще по ней Практики Нет Что еще важно Значит Я уже говорил Что Конституционный суд К сожалению Вот Начиная С декабря С января Второго года Жутко Обкорнал Права Профсоюзов Еще до Выхода Травового кодекса Он фактически Снял Все Все Защитные Механизмы Профсоюзных Активистов Все снял В декабре Того же года Нам удалось Добиться Восстановления Профсоюзной Защиты По вопросам Сокращения Работников Ну по другим Тоже Потом опять Сошла Урезание Урезание Но Вот Начиная С 13-го Года Судно В 19-м Году Пошел Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Обратный Процесс То есть Конституционный суд Принял Несколько Очень важных Постановлений Касающихся И заработной Платы В частности При Сверхложных Работах Или работах В выходной День Расчет Должен Производиться Не из Тарифа А из Полной Средней Заработной Платы При расчете Вынужденного Прогула Необходимо Учитывать Праздничные Дни Ну вот Смотрите В производственном Календаре Вас уволили В ноябре В декабре Спрашивается А за январь Какая оплата Должна быть Там же всего Там 15-17 Рабочих дней Официально А оплачиваться Должны Все дни Все праздники Там Неделя Десять дней Они же тоже Оплачиваются По этой 112 Статье Так вот Конституционный суд Сказал что Оплачивать надо То есть При расчете Вынужденного Прогула Вы добавляете К рабочим Дням Производственного Календаря Еще праздничные Дни Точно так же Вышло Пределение Конституционного Суда Которое Определило Что каждому Профсоюзу Работодатель Должен дать Помещение Одно на всех Как минимум Одно на всех Могут не дать Отдельно Но одно на всех Обязан То это считалось Что раз Одному Профсоюзу дали То другим Не надо Мы добились Этого Разрешения Конституционного Суде Кто то еще Хотел сказать Так Товарищи У меня много Чего можно сказать Давайте Вопросы Время поджимает Давайте Вопросы Так Вопросы поступили Письменном виде Давайте Давайте Вот Это что Пожалуйста Товарищ Захаров Вы сами Посчитайте Эту флажку Я вам оставлю Все Огрешения Конституционных Судов По профсоюзам Все эти законы Все я вам оставлю Флажечку Так Что вы знаете О профсоюзе Независимость Значит Профсоюз Независимость Был образован Где-то По-моему В девяностом Году Он был Очень Политизирован Очень Как бы так Лозунговый К сожалению Реальными И Он Пытался Как-то Так сказать Даже Противодействовать НПГ В Иркуте А действовал В первую очередь В Иркуте Немножко у вас Честно говоря Он быстро пропал Понимаете Профсоюз Это организация Которая требует Очень Крепотливой Повседневной И в том числе Бумажной Работы Безусловно Публичной Но еще и бумажной Любое Публичное выступление Любая Какая-то акция Должна быть Подпитана Какими-то бумагами Твердыми Четкими Вот Павлов Этого не делал Та же Как и Гомельский Сказать вам Маленький анекдот На съезде Шахтера В октябре 90-го года Мне Владимир Иванович Гомельский Вадим Ильич Гомельский 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 Смотри В июле Этот самый МВД ГУВД По Ленинграду Признал Мой профсоюз Дали бумагу Смотри Камерная бумага Такой нет Читаю ГУВД Ленинграда Не видят Основание для отказа Профсоюза Справедливости Выдачили Разрешение на печать Потому что Профсоюз Соспроф Такую печать Уже имеет Это все история Так что Независимость К сожалению Таких профсоюзов Сейчас много Я не хочу Ругать Коллег У меня есть Такой принцип Что я никогда В отличие от Моих коллег Не перетаскиваю Профсоюзы Из одной Структуры В другую Я считаю Что не может быть Конкуренции Между Свободными Профсоюзами Не входящими В НПР К сожалению Наши Товарищи Сочетую Этим занимаются Но У нас Это запрещено Так что Вопросы А Еще вопрос А Нет запастовок Кто бы сказал Что нет Я ни одной Не заметил Да Выхожу на улицу Транспорт Всегда работает Врачи Всегда работают Учтарь Всегда работает Так Значит Дело в общем Что Во первых У нас Привести законную Забастовку Очень сложно Законную Забастовку То есть А законная Забастовка Это еще и та О которой Начинает писать Пресса Вот И вот Как известно Есть такой принцип Если Событие Не освещено В телевизоре То его Не было Вот Наши сидят Тут Товарищи Которые Замечаются тем Что освещают В том числе И в телевизоре Те самые Забастовки Они вам Расскажут Сколько На самом деле Происходит Есть специальная Организация СТП Которая подсчитывает Забастовки Их очень много Их десятки В год Происходят Они бывают В самых разных Формах Бывают Формы Голодовок Бывают Формы Работа по Инструкциям Итальянская Японская Забастовка Бывают Оккупационные Забастовки Когда Работе Захватывают Кабинет Директора Их очень много На самом деле Несколько десятков В год Совершенно точно Проходят И Еще Что очень важно Поймите Забастовку Что-то в наши головы В нашем общем Вложили такую Мысль Что забастовка Это некая Крайняя мера Это некая дубина И так далее Так вот товарищи Забастовка Не дубина Это не крайняя мера Забастовка Это самый обычный Но очень сложный И тонкий Инструмент Отставивания Прав рабочих Что любые Коллективные Переговоры Любые там Требования Вдвигаемые Профсоюзом Это не что иное Как требования Основанные На забастовывающем Потенциале Только сильно Ведут реальные Переговоры Если профсоюз Не способен Реализовать Забастовку И может продемонстрировать Эту готовность То какого рожда Директор будет Подписывать Соглашение Что такое Коллективное Дороговое Соглашение Это лишние деньги Которую платит Директор Оно ему надо Если вы Не вы У него рабочие Думают Что он сейчас Сам все заметит Он узнает Какие цены на базаре И нам все повысят Не повысят Пока Сами люди Не станут Об этом говорить Громко и отчетливо Лучше грамотно Поверьте мне Вот через неделю Будет Через две недели Будет 32 года Создания в России Соводных профсоюз Мы это будем отмечать Кстати Так вот Я не знаю Ни одного случая Когда бы коллективные Солидарные действия Работников не проводили к успеху Хотя бы частичному Так что Бастуйте и обрящайте Секундочку Запастовка означает Страйк То есть удар А вы говорите Не кувалда Страйк по-английски Это вот Слушайте Страйк Это удар Слушайте Знаете Не знаю Я могу сказать Давайте следующего Не надо Вот это Почему следующий Надо и все Я вам Ну пожалуйста Понимаете Есть русские слова Вот слово Трейд Юньен Означает Торговый союз Спасибо Мы ничем не торгуем Прошу Так Следующий Почему вы Как и все Россияне Не говорите Кому этот закон Выгоден Не выгоден Я вам работников Принесло в верхушку Трудовые коды Смейте вы Да Любые законы Государство Трудовые Нетрудовые Где-то Разбор Трудовую Выпускает Трудовую Я вам сказал Что этот кодекс Работникам Не выгоден Он не выгоден Нашей с вами Стране Это позор Нашей страны Тормоз Нашей экономики К сожалению Он такой есть Мы сейчас Ведем борьбу Против него Надеюсь Что успехов Добьемся Но чем Вот я сказал Болевые точки Которые мешают Создать Сильные массовые Профсоюзы Сумеем победить Вот Сейчас мы активно Работаем С теми же Левыми партиями Кстати Вот очень все-таки Рассчитываем Что активисты Левых партий Коммунистов В первую очередь Станут Очагами Ядрами Создания Профорганизаций На ваших предприятиях Вопрос возникает Почему Вот вы работаете Где-то Почему там Где работа Нет нашего Профсоюза Вот Есть простейшая вещь Экономический закон Что Чем больше Покупательной способности Населения Тем Лучше Для экономики Государства Поймите Наши директора Тоже понимают Этот закон Но объяснить им Что поднимать Зарплату Нужно Начиная с себя Может только Свободный профсоюз Вот у нас сегодня В ТПП Областной Было Совещали По поводу Этой самой Производительности Труда Не поверите Они упорно Говорят В нашей стране Производительность Труда Ниже Втрое Чем в Штатах А как Считается Сколько Продукций Выпишено За единицу Времени Замечательно А если Почитаем Сколько Продукций Выпишено Один доллар Наскратится Втрое Выше Производительности Труда Платите Зарплату Чем Будет Выше Зарплата Тим Будет Выше производительность очевидно а вот чтобы это было и почему опять же чем больше денег у народа тем больше денег оседает в казне нашего государства через магазины если нет зарплаты спрашивается зачем развивать экономику если некому покупать товары но к сожалению этого наши вот правитель не понимают объяснить им но от выбора бутом лучше посмотрим ну да так то представляет из себя идеальный трудовой кодекс и закон о профсоюзах каких условиях это может быть осуществлено я могу написать идеальный закон его не примут каков идеальный закон от мира просто трудовой кодекс трудовой кодекс должен во первых что такое трудовой кодекс есть так называемая цивилистика это гражданское право в целом в этой цивилистике есть несколько направлений чем отличать есть общее гражданское право принцип такой что в нем участвуют две равных стороны вот договор я покупаю корову соответствует мой покупатель равные это основа гражданского права есть исключения например публичное право это право государства налоговый кодекс например там заведомо сильная страна государства попробуйте потитрироваться налоговой инспекции да у них закон вот и трудовое право а это наоборот это закон заведомо защищающий слабую сторону право отношениях работник всегда слаб слабее чем работодатель трудовой кодекс направлен на это именно поэтому основополагающие ключевыми статьями этого кодекса являются знаете какие восьмая и девятая восьмая о том что локальный нормативный акт работодателя нарушающий условия труда работников с кодексом применение не подлежит и то же самое в девятой статье условия трудового договора или коллективного договора ухудшающих положение работника применение не подлежат означает что если работник очень хочет заработать деньги подписывая согласие работать каждый день по 15 часов казалось бы он захотел иди работай парень трудовой кодекс запрещает нельзя потому что иначе ты умрешь потому что есть ясно что каждый работник хочет работать все хорошее там выходные когда угодно только что-то заработать потому что маленькая зарплата поэтому идеальный кодекс тот который вот эти вещи все учитывает регламентирует труд не давая вот этот наш действующий кодекс очень многие вещи оставляет на усмотрение договора между работниками и работодателями и масса поправок к нему сейчас предлагает еще больше расширить известные поправки РСПП там несколько лет назад именно хотели расширить договорные возможности 2 кодекса но в этом кодексе в отличие от гражданского нет приоритета договорного права здесь договор ограничен тем что одна страна слабее то же самое касается закона профсоюза профсоюз а должен быть независим свободен то есть свободный профсоюз и самое важное что должны быть обеспечены права профсоюза обеспечены второй стороной например если написано что представитель профсоюза праве иметь право праве проходить на предприятии работы члена профсоюза тот директор должен быть обязан его пропустить без разрешения без разного пропуска и прочего вот это вот ну и естественно что должны быть реальность не ты все механизмы дискриминации вот смотрите на записанном кодексе дискриминация запрещена попробуйте в нашем суде доказать что лишение премии профсоюзного активиста является дискриминацией то что вы скажете я плохо работал вот комнате на странном суде скажут да вот такой совпадение она часть дискриминации у нас этого нет вот поэтому нужно так формулируют наши законы чтобы было очевидно что дискриминация является снижение премии вообще вообще отказ от премии должен быть в принципе вот когда мы решим вопрос этого крепостного права рабочих тогда мы соответственно сделаем реальные профсоюзы а они уже сделают идеальный профсоюзный закон и самое смешное что не может быть закон о право правосоюзное отдельно от трудового кодекса и вообще считаю что либо надо раскасировать тройку кодекс и сделать отдельно законы там коллектива социальное партнерстве о забастовках о охране труда и так далее так далее в профсоюзах, но пока это, к сожалению, пошло другим путем. Что еще давайте? Вопросы закончились. Давайте, давайте, давайте. Есть вопросы из чата? Давайте, конечно. Какие первые шаги по созданию профсоюза, как его документально опорвать? Понятно. Во-первых, сообщить мне или нашим товарищам свою электронную почту, получить по электронной почте образец протокола профсоюза в соответствующей отрасли, провести собрание своих товарищей, составить протокол по этой форме, направить его нам. А дальше работать, собирать людей, разъяснять своим товарищам суть профсоюза и что может сделать профсоюз, понимая, что профсоюз никому ничего не дает, а профсоюз – это и есть мы сами рабочие данного работодателя. Мы поможем. Все, закончились из чата, подождите. Из чата закончились вопросы? Да, пока нет. Вопрос из зала, подождите. Сколько человек? Поднимите руки, хочется задать. Один, да? Все. Есть информация, что федерация Шмакова и Дербина, она работала под Единую Россию. То есть… Интересная информация, это факт. Ну да, да, да. То есть у меня такая информация есть. Да, вот мне интересно, ваш профсоюз будет по политике работать? То есть в частности, вот сейчас выборы у нас на носу. То есть какие-то мероприятия будут? Давайте разберемся. Значит, для профсоюза, в случае моих профсоюзов, политика – это депутат, который будет вносить и поддерживать наши законопроекты. Первое. Второе. Это депутат, который будет подготовленный нами запрос в Верховный суд отправлять, как свои депутатские запросы на предмет непрофессоциального обращения. Я там писал вот в своих конспекте, тезисах, о том, что это такое. Это еще большой фактор по изменению правового законодательства. У нас самые разные люди. Значит, мы входим в Семьевую федерацию профсоюзов. Понятно, что это сугубо коммунистическая организация, мы поддерживаем ее действия, соответственно, мы в ней активно участвуем. Мы активно работаем, пытаемся, вернее, работать с депутатами от КПРФ. К сожалению, у них есть несколько свои. По этому поводу взгляды пока идет притирка. Да, у нас есть профсоюзы, которыми поддерживают какие-то другие партии. Но опять же, у нас нет такого, что профсоюз поддерживает какую-то конкретную партию. У нас есть конкретные депутаты, которые нужны нам для проведения наших профсоюзных трудовых законов. Вот вся наша политика. Но и самое главное, что чем больше мы добьемся успеха в деле повышения, повышения работников, тем разумнее и грамотнее они будут голосовать. Для того, кого что-то нужно. И еще раз, если активист какой-то политической партии на своем предприятии создает профорганизацию, мы ему в этом помогаем, то поверьте мне, 90% членов профсоюзных на этом предприятии будут членами его же партии. Я на самом деле немножко другое имею в виду. В частности, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Мы прекрасно знаем, какие фальсификации были в 2019 году и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И как мне известно, я участвовал кандидатом в 2019 году по Санкт-Петербургу по муниципальным выборам. Если закрыть все УИКи наблюдателями, честными, идейными, осведомленными, что им делать, то выборы выиграть реально. То есть в этом ключе будет возможность взаимодействовать. Это вопрос касается, конечно, возможно, но это вопрос касается в каждом конкретном городе, области. У нас есть территориальные организации, надо с ними договариваться. Сказать, из-за их численности, из-за их возможностей и так далее. Но работа будет? Можно как-то с этим умелом поработать? В частности... Еще раз, в данном случае инициатива доказуема. То есть если какая-то партия нуждается в дополнительных наблюдателях, она обращается к нашим региональным представителям и решает этот вопрос. Мы не можем сами идти к кому-то, говорить, давайте мы вот... Скажите, сколько надо, кому надо, чего надо. Если есть люди, если есть возможность, то естественно. То есть сами не инициируйтесь? Не наша функция. Должен быть разделением. Мы не можем это инициировать. Не наша функция. Наша политика в том, что мы поддержим депутата, поддержим партию. Вопросы закончились. Я несколько слов скажу. Значит, что касается прочитанного материала, надо, наверное, поблагодарить. Сергей Владимирович еще интересно, он раскрывал тему. Сам заход интересный. То есть пойти исторически показать изменения трудового законодательства. И он пытался это нам показать, рассказать. Единственное, сам подход верный. Но вот это объяснение и оценки, которые даются в самом докладе, они сделаны, конечно, не с позиции марксизма-ленинизма. И поэтому просто так вот приниматься на ура, я думаю, не стоит. Надо критически подойти, посмотреть там, где годится использовать. Там, где не годится, значит, надо объяснить, почему не годится. Ну, например, идет отрицательная характеристика того, что советская власть стимулировала членство в профсоюзах. Это хорошо или плохо? Из доклада делается вроде как вывод плохо. Заставляли людей вступать в профсоюзы, как же так? Стимулировали, а не заставляли. Стимулировали, так это хорошо. Сейчас никто не стимулирует вступать в профсоюзы. Это что, хорошо или плохо? Наоборот, идет репрессивная мера. Вот у нас сидит товарищ Рауф, который пытался организовать профсоюз в системе Дикси, но не пытался организовывать, а чтобы был уволен. Через месяц после того, как он уведомил, что профсоюз создан. То есть репрессивные меры, вот это плохо. Когда стимулирование, это хорошо. Здесь как-то немножко это не звучит. В самом подходе непонятно. Вот есть социализм и движение к социализму, к воспроению, когда власть в руках рабочего класса. Есть капиталистическая реставрация, и мы потеряли, так сказать, возможность управлять производством и политически доминировать в стране. Ну, рабочий класс имеется в виду, и весь народ вслед за ним. Здесь вот этого тоже как-то не звучит, как-то все это какая-то преемственность. Сами по себе изменения законодательства – это кулуарные переговоры, а не соотношение классовых сил. Здесь мы вот этого не увидим, этого не хватает. Здесь надо это все-таки учитывать и давать оценки. Далее. Много профсоюзов на одном предприятии, и возможность заключать коллективные договоры о каждом профсоюзе – это хорошо или плохо? Вот я, например, считаю плохо. Почему? Много профсоюзов. Потому что наша задача – противостояние труда с капиталом, соединить труд в один профсоюз, в один кулак собрать, одно руководство. А когда много вот этих профсоюзов, это же противоречиями. Каждый за свой, так сказать, коллективный договор. Нет общего. Наша задача – обобщить, объединить, сделать один отряд, а не разбить его на множество отрядов. Поэтому здесь тоже надо аккуратно подходить, аккуратно анализировать. Именно с классовых позиций. Вот здесь этого не хватает, на мой взгляд, в этом докладе. А в целом очень хорошо. Спасибо еще раз, что приехали. Я сейчас скажу пару слов. Товарищи. Еще выступлений нету больше, да? Пожалуйста, ответ на слово. Есть принципиальнейшая позиция. Я не буду спорить о политических вещах. Вот поймите, есть норма закона, а есть практика. Вот смотрите. У нас в профсоюзе есть устав, где сказано, что каждый член профсоюза обязан принимать участие в забастовках объявленных профсоюзов. Скажите, пожалуйста, у нас есть механизмы обязать работников заставить их выйти на забастовку? Нет. И эта норма говорит о том, что мы такой нормой снимаем с работника ответственность за участие в забастовке. Когда ему говорят, а что это ты бастовешь, он говорит, мне приказал мой профсоюз, я его выполняю. Вот в армии это можно сделать, профсоюз нельзя. Точно так же, что сказал Степан Сергеевич. Мы хотим, чтобы на предприятии был один сильный свободный профсоюз. Добиться этого закона нельзя. У нас сейчас, посмотрите, что написано в законе. Вы во всем, вот, в фронт-кодексе, что все полномочия профсоюза принадлежат, большим полномочиям, самому большому профсоюзу, которому больше половины работников. Закон такой. Скажите, пожалуйста, это похоже на реальный профсоюз, то, что мы сейчас видим на наших предприятиях? Нет. ФНПР – это не профсоюз. Но здесь записано, и они ему говорят. Ну, мы же большинство коллектива. Значит, мы имеем право вести переговоры от имени всего коллектива. Понимаете, да? То есть, для того, чтобы добиться цели, не надо идти в лоб. Закон дает как бы право. А обеспечить право можно силой и сплоченностью. Иначе никак. Ведь, тем более, вы коммунисты. Надо понимать. Теперь, что касается тезиса о том, что я считаю плохо, когда стимулирую вступление в профсоюз. Я не считаю это плохо. Я считаю плохо, когда стимулирую вступление не в профсоюз, а в фикцию, в имитацию профсоюза. Давайте я напомню еще одну интересную вещь, тоже принятую в свое время в КПБ, вот на 9-ом, по-моему, съезде, в 19-ом году. Там было постановлено в запрете членам партии участвовать в забастовках на своих предприятиях. Помните? В 20-ом году было еще, да. А, в 20-ом, правильно, в 20-ом. То есть, как только власть взяли, оказалось, что, в общем-то, рабочий не должен быть оппонентом своему директору, потому что они же на общем предприятии работают. Так власть-то чья? Это верно. Ты вот понимаешь, чем дело? Да. Если власть рабочая, что с рабочим? Ну, да, 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 да. Вот. Если власть рабочая, но сами понимаете. Так вот, я с этим сейчас не буду спорить, вглубляться в эти вещи. А потом оказалось, что когда рабочих, вот, староклассовых рабочих убивали на гражданской войне, пришли новые рабочие, и с ними нужно по-другому обращаться. Они что, не рабочие? Ах, например, перевоспитывают? Но это не моя тема. Моя тема другая. Что когда говорят, что член профсоюза, что ты должен быть в профсоюзе, иначе ты не получишь больничный, это не стимулирует составление. И теперь напрасно Степан Сергеевич считает, что сейчас нет такого стимулирования. Вот скажите, пожалуйста, вы пробовали кто-нибудь, ну, не могут ли ваши знакомые, выйти из старого профсоюза? Вы попробовали? На работе все выходят. Очень хорошо. Я рад за вас. Я искренне рад за вас. Я знаю массу случаев, когда работники пишут заявление, а ему говорят, ой, ты связался со смутьянами, ой, ты не получишь премию, ой, там еще что-то такое. Как раз наоборот. А нет такого. А на Благовещенском, на котором нам заводят, так лучше. А я могу не видеть, что есть. Да, да, да. Не получилось. Я могу вот это сделать. Тоже вышли из официального профсоюза. Разные бывают. Вопреки, так сказать, всем членам нашим РКРП, я могу сказать, когда я работал в ведомственной охране, устраивался из дорожного транспорта, мне дали заявление. Она говорит, подписывай, говорю, что это такое? Оступление в простую. Я говорю, я не хочу, парень. Как это ты не будешь? Мне посмотрели, потом, значит, мне звонил начальник профсоюза, сказал, у меня 100% всех в профсоюзе, что это вы там устраиваете? И кончилось, я говорю, ну что, пускай на здоровье. Кончилось тем, что они надавили на женщину начальника правкома, и они сказали, мы тебя будем гнобить, пока у тебя вот тот-то не вступит. Вот так сказать, каким образом они через нее, я ничего не боялся, но я просто подел, женщина будет просто в ауте. Пришлось там это вот. Поверьте, поверьте, я знаю массу случаев, когда... В таком порядке везде должно быть стопроцентное членство. Вот в ведомстве на охране железнодорожного транспорта... Поверьте, поверьте, поверьте. Всем вновь поступающим на предприятие, как правило, дают сразу подписать заявление о вступлении в ФНПРСКИЙ профсоюз. Ну, не везде. Ну, не везде. Но, поверьте, это за многом осталось. Отсюда, собственно, варень численность. Да, в ФНПРСКИЙ есть какое-то количество пиров, организаций, которые реально работают, даже забастовки устраивают. Там Качканадский город, например. Но их очень мало. Союзы борются за членство. У них не хватает вот этих 50%, чтобы, значит, свое заявить, слово свое сказать. Поэтому администрация не очень переживает, что там нет членов профсоюза. Вот тогда я вам скажу, что, товарищи, заканчиваю. Я вам скажу маленькую историю. Значит, в суде, где был суд, значит, между нашей организацией, вот с автобазой президента, и правком выступал. И выступает юрист, который там зам представителя правкома, и говорит, к нам в правком постоянно приходят люди с правовыми вопросами. Но, правда, не по трудовым. А по трудовым приходят вон туда, к нам, по СПР. Понимаете, да? Что правком еще занимаются дележом каких-то там поездок за медом, еще чем-то подобным. Но, кстати, как правило, вот, например, совмещается пост начальника соц. отдела предприятия, представителя правкома. Или там начальника Ахана, представителя правкома. Начальника кадров, представителя правкома. Это у них. А мы занимаемся, губы, вот, трудовыми спорами, защитой работника и так далее. Вот в этом различии. Поэтому, естественно, в наших процессах людей меньше, а там просто люди обязаны быть. И поэтому мы против того, чтобы в законе было какое-то стимулирование общества в профсоюзе. Потому что это стимулирование приводит к обратному эффекту. Все, спасибо.